Сегодня мы решили провести социальный эксперимент по поводу того, чтобы развести с помощью одного ножа огонь, добыть огонь. И, значит, суть заключается в чем? В свое время Виталий Владимирович Сундаков сказал, что это невозможно сделать на территории России, в плане того, что для этого существовала кремень, кресало, огниво, и для этого наши предки пользовались этим, быстро добывали огонь. Но, посмотрев передачи, голые, напуганные, такие американские передачи, мы решили сделать вывод, когда смотрели и смеялись над американцами, решили провести свой эксперимент. И вот сейчас будем этим заниматься тем, чтобы будем добывать, значит, себе неопределенные материалы для того, чтобы, ну, сделать, как говорится, ингредиенты все, чтобы всю эту составляющую, как говорится, воплотить, как говорится, в жизни. Вот этим мы будем заниматься сейчас. И потом уже непосредственно покажем, что у нас получается. Вот сейчас в данный момент Серега добывает именно крапиву, да, чтобы сплести волокно. Волокна, да. Старой крапивы мы пока не нашли, но по сведениям, что можно сделать и из молодой, в принципе, волокна. Мы будем пробовать, экспериментировать, для того, чтобы хотя бы определиться с определенными этими, получить определенные навыки, что вот это надо, это не надо. Да, посмотрим это. Ну, нарежем, когда крапиву уже покажем, что получилось у нас. Да, так как у нас один нож, можно, в принципе, ломать, но мы решили именно... Условим руку, потому что он должен быть. Да, короче, на лучок использовать его именно иву, потому что она очень пластичная и гнется хорошо. И вот будем небольшой, значит, стучок, вот сейчас Серега все это сделает, срежет. Я думаю, мы возьмем потолще и потолще. Два. Два будем. Ну, мы разные будем экспериментировать, пробовать, для того, чтобы определиться. Помимо вот крапивы, которую мы набрали, еще по возможности найдем еще какой-нибудь материал. Ну, что здесь будет, это так как это леса Подмосковья, ведь не наши елецкие леса, где мы можем, уже знаем, в принципе, всю растительность. А именно тут вот приходится смотреть, конечно, на торфяниках, на болотах у них, вот смотреть, конечно, что у них есть вообще. Еще попробуем взять от тылой шкурку, да, еще вот эту вот кору взять, снять, потому что она тоже является волокнистой поверхностью. Попробуем использовать ее. Ветки молодые, отростки дерева. Делать и будем все в лагере, так как весь материал сейчас наберем, принесем. Делать будем без обмана, потому что это чисто надо нам и чисто ради эксперимента, не так как там уголек подкинули. Вот, это все будет происходить, может быть, не онлайн полностью, потому что это может занять большое количество времени. А так как мы находимся в Подмосковье, еще раз повторюсь, в плане того, что у меня нет зарядки на камеру и придется как-то снимать вот кусками. Но чисто, чисто все равно все это будем делать для себя и ради эксперимента. Показать, что как у нас получилось или не получилось. Сделать определенный вывод. Смотри. Совершенно недолгий поиск. Ну вот, находим упавшее старое дерево, судя по всему, дуб. То есть, как бы сломанное, вот посмотрю, вот еще одно обугленное, как бы. Ну есть, короче, есть материал, уже вот в лесу. То есть, в нашем среднестатическом лесу можно это вполне найти. Задача выполнить. Каких таких для супер проблем. Да, мы не стали показывать, что у нас вот готовая чурочка напиленная уже. Вот, чисто вот с одним ножом вышли, чисто вот пробуем, как вот есть. Изначально набрать материал, который есть, и именно развести все это. Вот, нам бы еще, конечно, что-то более мягкое, чем дуб. Потому что нужно одно более мягкое. Может быть, сейчас найдем несколько березовых чурочек, посмотрим. Ну, возьмем на всякий случай. О, тут сухое, бля. Вот, не требую, чтобы попробовать. Все, как у нас нащеплено. За нас природа, в общем, все сделала. Сейчас более мягкое дерево нам надо найти. Сейчас поищем, попробуем. Ну, все, ищем пока дальше. Потом покажем. Вот, нашли березу. Ну, она слишком гнилая. Ну, гнилая, да. Трухлявая, она не загорится. Ну, Кася, попробуйте вот эту сухую ветку. Серег. Хотя вот это, не такая трухлявая. Вот это вот, нет? Она, вроде, лишь ломается. А это уже говорит о том, что, блядь, волокна. Давай возьмем вот эту. Попробуем, да, на ней. Еще бы, конечно, нам найти где-то, бля, полусломанную сосну. Ну, что-то с соснуми, я как... Нет, ну, как бы изначально идёт. Так, нашли еще очередную корягу. Непонятно, что за дерево. Да, вот листы вот такие вот. Не надо сообразить. Листочки такие, я не знаю. Похож на вишню, ну, на дикую, но не вишню. Палки влажные, конечно, да. Дождь недавно был. Ну, да, так как тут прошли дожди, вот. И за, по причине этого, может, конечно, все у нас затруднится. Ну, и это, в принципе, добавляет острота ощущений, как говорится. Потому что не всё бывает гладко. Попробуем, поэкспериментируем, сделаем выводы определенные. Подмосковье особо тут эта... Погода, она не жалует. Непонятно пока, что за волокновое. Ну, честно говоря, попробуем. Ну, а да ладно, как говорится. Вот. И, конечно, нам не хватает всё-таки делового. Найти бы сосну, да. Да. Вот, ещё вот берёза лежит, ещё. Можно набрать коры сразу. Хотя есть кору, мы, наверное, наберём. О, вообще сухая, да? Вот так, актуально. Вот эту мы, пожалуй, с собой возьмём. Потому что она сразу уже расколоватая. Сама по себе переводна. И... Сухая. А, ну да, и на это натереть на ней. Да, то есть вот уже у нас есть своеобразная ложа. Уже, да. Да. Которую мы... Которую мы... Которую мы можем, блядь, попробовать. Надрачивать всё это дело. Давай мне палку всё-таки. А вот она, а вот она и ёлочка. Большая ель. Огромная. Но... Собственно, мы, конечно, старых совсем не видим. К сожалению, мы... Коры снять особо. Но он отслоился, или что, сбоку растёт гриб? Да, нам бы, конечно, гриб вот такой есть тут на берёзе. Он выступать может, как... Ну, вот он, да. Грибовая палка посухая. Тоже, к сожалению, они влажные у себя. Ну, попробуем. Может быть. Грибы старые. До хрена живности. Ладно, пойдём. Я думаю, что... Хватит, да? Да, будем. Ну, чё? Сейчас уже возвращаемся в лагерь. И будем ставить эксперименты, как говорится. Так, короче, проходя мимо, мы, значит... Вот ещё набрали такой сухой-сухой травы. С семенами с сухими. Для подсыпки, чтобы... Чтобы, да, когда первые искры пойдут, для того, чтобы дать огню, как говорится, момент разгореться, среду. По-чуть-чуть добавлять. В принципе, всего этого набрать можно под ногами. Да, ну, весь ресурс он, вот, природный. Весь, всё использовали природные. Цветочки тут такие вот. Тоже сухие, бля. Что-то мы попробуем поджечь. Короче, смысл, да, что мы сейчас в лагере. И сзади у нас есть уже костёр. Но это не мешает чистоте эксперимента, да, действительно, на самом деле. Мы вот добыли необходимый ресурс. Ещё сейчас раз, Серёг, скажу. Значит, трава необходимая. Вот, грибы достали. Сломанная деревяшка. Вот ресурс. У нас ещё вот этот. Крапиву тащи сюда. Как раз мы сейчас из неё будем добывать волокно. Вот, крапива. Как нам кажется, да. Молодая. Будем пробовать. Вот так покажи сюда, Макс. Сюда покажи. Вот, весь необходимый ресурс. Ветки ивы тоже в качестве волокна будем использовать. И сухая береза. А это для лучка. Так. Значит, сейчас мы попытаемся отделить от крапивы волокно. Для того, чтобы сплести из него. Вот. А я в это время, Эгель будет у нас, пожалуй, снимать кожу рубля. Сывы. Сывы, да. Так, волокно добывается следующим образом. Берётся крапива. В данном случае молодая у нас. И так же палочкой размягчается, разбивается. Начинает. Ну, добавим, раз она так настаивает. Сюда. Вот. Эгель сейчас будет снимать. Нет, наверное, возьми самую длинную, самую ровную, которую у нас есть. Я где-то специально срезал. Не, не, это вот. А, вот какая-то. Вот прям с неё попробуй. Не, не, где-то ещё длиннее. Должна быть. Посмотри. Вот, молодая. Попробуй с ней снять. Сок летит. Сок летит, да. Крапивный, очень полезный. Конечно, добыча крапивного волокна для более серьёзных вещей гораздо более такая, скажем, трудоёмкое дело. Ну вот, ну мы попробуем отделить. Используем только один нож. Всё, больше нет ничего у нас. Говорят, что, в общем-то, можно эти волокна отделить и так. Вот, сам по себе крапивное волокно очень прочное. Если правильно добытое, с сухой крапивой, ближе к весне добывается оно. Нет, это не оно похоже. Ты знаешь, что может быть? Можно через сепаратор кедать. Можно снять свеки и выливать, через сепаратор кедать. Вот так вот. У нас ведь тоже нехот. Сепаратор крахаёй. А пока не получается. Так. Это общую картину снимай. Не концентрируешься на одном месте. Да, понятное дело. Потом, что всё равно больше редактирует. Ну да. Как могу, он как есть. Без сензуры без всякой. Не, мутка всё равно придётся. Мутку вставлять придётся. Так лучше смотришь. Вот кусочек. Очень прочно. Не ругаться. Ну, маленький кусочек совсем. Таких кусочков нужно очень много. Вот он. Крапиву, кстати, можно ещё и есть. Ешь щавелевый суп. Раньше наши предки делали с крапивами. Вот сейчас мы будем пытаться. Так что вот даже на первый раз, на первый раз, если по моменту выживания можно суп из крапивы сварить и вполне будет нормально. Так, Берс, сейчас глазку не заработаешь. У меня тут крапивное волокно. Бесценное, блядь. Бесценное. Я один нашёл. Всё пиздец на них дело уже. Где? Манде, ёдка-то, блядь. Караганде. Вот ты лежал, блядь. Ты пришёл и он исчез на. Ну, хуй поделать. На закушку пошёл. Вот ещё. Сейчас мы надыбаем потихонечку, надеюсь. Вот я снимаю шкурочку. Всё как в детстве, ёпта. Всё по-зрослому. Сиди, сиди. Я просто напросил тебе. Их там три стили чего-то идёшь. Сучки мешают. Просто я их так очень подкармливаю. Да. Я не знаю, ну, не знаю. Крапивное волокно. У меня этот. Который муфер, который берет грибал. Ништяки. А вот ещё. Хрюм, это хорошую. Крапивное волокно. Мера. Чем будем рубаху ткать. Крапива. Беспалевная реклама. Пиво. Чак, чак, чак. Класс. Чак, чак. Никакой алкоголь. Да. Но волка. Мы здоровы. Прожить. Крапива. Как это получается снять? Это вот вещь уже. Куриш. Возим. Ещё, конечно, его нужно использовать липу. Ну, липу мы здесь не нашли. Ну, липа тоже достаточно сейчас встречается. И также хорошую липу ещё соседа можно снять. Липа это вообще липа. В принципе, с молодой берёзы, если есть такая необходимость, тоже можно тонкую снять бересту, но она с точки зрения плетения гораздо хуже. Вот у нас такая вот хрень. Получается. Так, всё, всё, уж курил я одну. Вот палочка. Вот получается одну. Ну, сейчас ещё одну, наверное, надо будет в любом случае шкурять. Забирать оттуда, смотреть, как она себя поведёт. Ну, короче, подготавливаем сейчас сначала материал, а уже потом непосредственно будем показывать, как происходит весь процесс. Да, выключай пока. Глуши, потому что у меня нет батарейки. Я, в принципе, не совсем хилый, но порвать её в принципе не могу. Вообще, крапивные верёвки славятся тем, что они, во-первых, в воде не гниют, во-вторых, очень прочные на самом деле. Водички чистый материал. Да, делается, что предки наши из них делали морские верёвки и рыболовные сети. Так, ну, это и одежда, и ели. Сейчас будем добавлять. Одежда из крапинного волокна напоминает шёлк, имеет такие же свойства, то есть на ней бложки, мандаушки не водятся. Собственно, даже у него некий блеск такой, когда правильное волокно сделано из хорошего. То есть красиво, удобно, экологически чистое, дышит. Всё дела. А как ты её сделать, длиньше тогда эта верёвка? Ну, вплетать сейчас будем. Так, ты пока, да, не трать. Подожди. Короче, мы плетали одно в одно, можно сказать так. Ну, как плетали? Ну, наложили и вот. По такому принципу, в общем, как плели верёвки, только мы, конечно, это делаем руками. Да, получилось момент. Скручиваем. Там, можно сказать, получилось не совсем ровное, за счёт того, что у нас много опыта в этом деле. Но, тем не менее, скрутка происходит, блядь. Оператор чуть ли не прилёг на землю, снимая это видео. Ну, просто в шоке упал, ёбта, блядь. Ракурс, ракурс. Ну, ноги его не держат. По-другому его ноги не держат. Нет, он идеальный оператор. Оператор круто. Да. Так, и сейчас попробуем натянуть на лучок. Честно говоря, пока я не понимаю, насколько это должно плотно быть скручено, то есть до какой степени. Ну, возможно, что у нас ничего не получится за счёт того, что плотность скрутки не ясна. А нам ещё шмурыхать, нахрен, по деревяшке, бля. Ну-ка, покрути свой конец. Давай. Чё, колено. Это не принципиально. Ну, просто в качестве... Можно зажать в расщепе, пожалуйста, понимаешь, и скручивать на палочку. Да. Теперь накручивай на палец. Давай. Накручивай, накручивай на руку. На руку. Не повелом его? Она сейчас развяжется же. Вторым. Так, мы делаем. Звучок, да. А я во время этого всего второй рукой свободно. Ковыряюсь носом, бля, да? Ничего не мешает не ковыряться носом, поэтому я это делаю легко и непринуждённо. Так, надрезвляй, соответственно, под верёвочку. Попробуем на этой палке создать потом. Если у нас ничего не получится, мы всё пошли плюнем и пойдём бухать. Кирам собачьим. А здесь сейчас поющие губы. Не поющие губы, а сладкие губы. А сладкие. Ловкие вообще, да. Что-то пошло. Поющих. Он звезда, а он не просто так. Всё-то давно просто не слышно его в руке даже. Да, они уже шарятся в больших сферах. Всё, переместился. Деньги, деньги гораздо более. Деньги, деньги. Смачные. Род деятельность меня на два не осталось. Вторая шкура. Ты первую-то где? Вросик. Так. Две шкурки. Привязываем. Сгибаем её аккуратно. А если горячий воздух? Нету воды вообще. У нас есть только один нож. Зачем нам горячий воздух? Это эксперимент с разведением огня. У тебя нету ничего, кроме единственного ножа. Не раздави солнечную батарею. Так. Какой-то огня нету. Огня нету. Огня нету, но варды нету на батарее есть, сука, солнечная. От неё же огонь не ведёт. Хотя разведёт. Будет трясить. Мы сейчас её с прослаблением сделаем. А потом, если что, мы её тянем. Больше, знаешь, накиды. Отдаём её тоже маленький всё. Искром между проводами. От соломуки, чтобы попробовать зажечь. Но это тоже, практически, нереально. Ну, перетолстили, по-моему, к сожалению. Ну, попробуем. Попробуем всё равно попробуем. Падал на спине, да? Сидит падал на спине? Да нет. А, вот сидит. Ну, вот у неё. Опа. Так, отпускаем. Лук примитивный получился. Вот, держим, держим, держим. Это для разведения огня? Да. О, видишь, какой еда газа. Попробуем. Так, один из элементов готов. Давай сейчас из этого будем плести. Вырубай систему. Выключай. Говорит. То есть, как бы, надо оторвать от зелёной шкуры. Вот тут оно видно. Волокно. Волокно. Да. То есть, вот именно вот это надо нам снимать. Для вязания верёвки. Чем длиньше она, конечно, отскочит, тем она сам по себе. Она не такая, чтобы прям смертельно прочная. Но если скрутить, да, её вот скручиваешь. Вот она. И тут уже она намного прочнее. Рвётся, но... Но, тем не менее, да. Так что, не пали камерам. Не пали. Все выключаются. О, вот зритель начинаем складывать. Зритель, он может и потерпеть. Вот дети бывают. Зритель, такое говно смотришь. Да, кстати, да. Поэтому накладывается музыка. Тот же самый South Park и так далее. Вот этот кто-то халтуру подсунул опять, кому-то голос надо дать. Ну ладно. Чё? Кто-то из толпы. Мегель сует халтуру. Потому что он сейчас пытался опять мне всунуть, навсучить, так сказать. Ну, а я его тяжело делаю. На, я здесь, я тебе. Так, вот так вот мы длинные скручиваем и же не поехали. Ну, да, попробуем. Немножко другой принцип плетения. Потому что здесь длинные вонокла. Так как мы с молодой крапивой длинные волокна нам не удалось извлечь. Ну, попробуем. Видишь, вот неровность. Ну, в том чего. Вот, ну, сейчас попробуем. На заднем плане. Кто-то завести не может бензопилу после апокалипсиса. Короче, праздник был апокалипсис. Ты это самое, чуть-чуть снял. Хороший. Да, пока нажимаем. Плетем в данном случае. Короче, сделали волокна. Волокна по два. Каждое волокно. И сейчас плетется косичка. Ну, обычная коса. Как бабы заплетают косо. Да. Ее делаем сейчас. Будем уже непосредственно потом бросить эти концы. Там тоже соплились у нас случайно. Попробуем. Сразу у нас в двух местах косичка начала плестись. Это хорошо. Это экономит время. Эти-то не поведутся в общем-то. Не, не, не поведутся. Я вот сейчас думаю, если я ваткну ножик Максу вот сюда, вот в эту вот часть, он будет сильно прыгать и кричать. Сильно будет. Причем не только прыгать, но и бегать. Все, вороба. Причем бегать будет за тобой. А ты всех гостей встречаешь. Да, давай. Да, не, 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 я. Зачем, зачем? Мы что-то сложно сделаем. Зачем? Да. Ну, все делаем сложно, блядь. Все гораздо лучше. Так, ну что, короче, сделали мы. Да, связали косичку. Потише, парни. Сейчас потише. Да ладно, слышно. Сделали косичку. Просто тут фоном будет за ничего не будет. Я уже убирал эти шарики. Ты зря думаешь, что мы все. Наоборот, очень много рассуждают так же, как и ты. Очень много. И это правильно. Это правильная позиция, на самом деле. Просто, понимаешь, я говорю, я отставил то, что наша судебная система. Не, 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 зачем ты? Шире, шире, шире. Мы просто про разные вещи говорим. Ты говоришь про то, что ты посадят, если, допустим, ты будешь защищать и легально ствола, а я говорю о том, что он, в принципе, должен быть. А я не спорю. Я просто говорю о том, что... А люди это выставляют поездку. Нет, если есть возможность париться о том, что он будет легальный или нелегальный, абсолютно без разницы. Нет, ну а с другой стороны, он придется доказать, что он в одиночку сможет противостоять банде. Я в одиночку смогу противостоять банде невооруженно. Легко. Если банда вооружена и я вооружен, я могу хотя бы как... Это совсем другое. Ну, ты же армян был. Если мне память не изменили. Ну, хорошо. Ну, не русский. А у армян там зарезать, это все равно, чтобы выкрутить сигару. Ну, я не думаю, что наши очень сильно отличаются. А еще раз говорю, психологически готов. Ты готов, ты можешь убить. Не готов, тебе ни оружие не поможет, блядь. Хоть шоу тебе будет. Как, знаешь, в фильмах показывают, подходит, да, ствол прислоняется, стреляй, блядь, понимаешь? Чего готов убить, нахрен? Не умереть, вернее. А другой не готов убить, он начинает мельжоваться. Самое интересное, тот, кто подходит к стволу, вот так вот, на него направленный ствол, говорит, стреляй. Он знает по лицу, что тот не стреляет. Я тебе о чем говорил. Понимаешь, на котором он, на уровне инстинкта, он чего будет. Чем будем добывать, как говорится? Делаем жесткую, жесткую вот эту центральную палку, именно которая должна сверлить волчок, так скажем. Вот она должна конусовидная быть, достаточно большая, то есть мы сейчас ее вырежем, весь процесс показывать мы не будем, в принципе, понятен, да? Выстрогаем ее сейчас подлиннее и будем точить. И вот такой, блядь, конус. Ну, конус, понял? Для чего делается? Наверное, для того, чтобы сюда подсовывать под нее, понял? Мог сюда. Понял. То есть тут дырка, а сюда вот конус выходит. Из пальмы сделала, блядь, все, одежду, понял, корзины, одеяло, понял, все. Вот, делается желобок для того, чтобы веревка не соскакивала, блядь. Понял, там вообще выживала, как мало, одела себя полностью, понял? Ну, такие плетенки у нее классные. Тоже не быстро делал, я подозреваю, блядь, выточить эту фигню, но он нужен, потому что... Чтобы не соскакивала. Да, мы как-то смотрели, опыт принимали, мы видели, что очень многие брезгают этим же лобком. И, соответственно, веревка играет и часто соскакивает. И вместо желаемого результата только нецензурные выражения. Вот таким образом мы сейчас его отполируем, сделаем по кругу. Как бы там, если что, мы подточим. Тотемное чучело. Да, если мы что подточим. Здесь это слишком острый. Надо его тупее. Надо его скруглить. У нас это, в принципе, как бы, это дуб, который мы нашли, бля. Да, он должен потупее быть. Чуть-чуть. И сейчас мы будем пробовать. Сейчас нажмем всякой перхоти, будем подсыпать туда и будем крутить. Это специальная выемка и желобок для того, чтобы сюда побольше. Не, не, стой. Надо здесь накрутить ее надо просто, чтобы в одном месте она была. Чтобы больше трения происходил, процесс трения. И здесь вот будем докладывать. Будем подсыпать всякие перхоти насыпем. Чтобы, если образовался уголек, как говорится, труха затымилась. Труха будет нам позволять или не позволять. Ну, это руками сейчас не будем делать. Нам вторую палку еще надо отрезать для... Кого? Чем давить сверху. Чем давить сверху. Да, прижимать. Вот этот. Так, вырубай. Сделаем из него прижатие. Давай, где-то, палочку. Так, вот сейчас выкопаем. Тоже выкорнем. Кстати, делаем это ножом, который потерял заклепка, лезвие ходит, не фиксировано. В принципе, нормально. Вот так вот. Вот, покажу. Заклепка вот вылетела, одна вот такая. Так, попробуем трут сейчас наковырять. Лезвие ходит. Не знаю, что из этого получится. То есть, используем подручный материал. Также. Березовый гриб. Который как бы подсыпают. Сейчас попробуем. Вот. Чувствуется. Сыроватый, сырой, да, Нат? Мы с этого ничего не поимеем. Поэтому проще. Наверное, это слышишь? И с того же... Нет, кору. Вот эту вот кору. Не, 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 не кору. А, скорее всего, сделать ее волокна, волокнистые. Почему не получится? Скорее всего, наточить вот так. Ну, попробуем еще и волокну. Ну, да. Бересту? Да, бересту. Кору березу. Распустить на тонкий волокну. Добавлять их. Потому что... Сейчас мы стругаем. На всякий случай, чтобы не вырву подсыпать. И где тут у нас сено? Где сено, которое мы запасли? Сено у нас уже сожгли, сволочи. Есть, есть чуть-чуть. Как-то добавим сюда все это. На всякий случай. Пацанов, телефон не затихает. У Минтазавровских. Не на связи. Вот это работает. Вот это все. Верхоть мы здесь оставляем. Вот это все на подхвате держим. Так. Теперь я разлучок. Где лучки? Зад тебя. Зад тебя. А, и 40. Короче, мы сделали два лучка. Один будет из, значит, ивы. А один из крапивы. Сейчас идет крапива. Чисто попробовать из него. На износ тетивы? Ну да, попробуем. Ну, какая у нас, как говорится. Что выйдет из этого? Слушай, а сверху надо прижимать? Конечно. Давай, Лан, держится. Вот мы как раз делали сверху. Прижимаем. Рукой подержим. Что-то мне плохо. Кто-то хочется мордой об стол. Было так хорошо, к дельничку налить. Да, ну какой, значит, и все по... А лучше стать. Да? Лучше стать. Мне уже так один с лебедями на совет. Я не выжил образов. Ты нам даже равнил так. Я подожди, Серег. Она находит тоже. Полностью была крапивная петива. И петива. Ну-ка, так сказать. И петива. Так, как показала практика. Капивная не долго выдержала. Но... По температуре, опять. Ну, поднагрелась, да. И луночка оказалась, оборвалась крапивная. Но это потому, что использовалась молодая крапива, не старая. Не знаю, может быть, мы и тут плохо ведется. Давай попробуем спушить. Ну, кстати, лунка стала круглой. Пошел второй лучок пивовый. Да, все дровички, конечно, после дождя слегка сыроватыли. Погода сейчас не жаркая. Пиздец. На этой сакраментальной ноте. Ну, как видим, практика показывает. О, уже не просто горячая. Очень горячая. Практика показывает, да. Во-первых, начало темнить. Горячая, и вот черная точка образовалась. И очень горячая она. У нас получился минус в чем? В том, что именно оборвалось. Да, это... Короче, вывод, надо сделать таких штук 50. Нет, нет, просто смысл того, что... Можно было... Надо делать, делать просто это самое, где у нас... Более мощное, да? То есть делать намного толще. Мы сделали, допустим, вот одну косичку. Это в три было сделано. Да, нет, одну косичку. Я думаю, что надо делать таких косичек, наверное, три, и потом между собой сплетать, чтобы наш шнурок был очень толстый. У нас, конечно, ошибка того, что шнурочек тонковат. Но, но, как бы, волокно из ивы... Намного прочнее оказалось. Более перспективно, да. Более перспективно. Тонковато мы сделали. Если мы сделали, может быть, даже просто с плетя, не плетя, допустим, а скрутку, сделав скрутку, может быть, даже и не нужно было косички, просто делать гораздо толщину. Вот. Ну, может быть, можно попробовать, в принципе. Да можно и попробовать. Показать. Косик, поляшку. Не, ну, то, что вот уже почернело, и... Теплая она, да, это люди.